Всем привет! Меня зовут Оля, и пришло время наконец-то подвести итоги прошлого года и рассказать вам про мои самые лучшие, самые любимые книги 2023. На этот раз был очень сложный выбор, потому что две книги очень сильно выбиваются из этого списка, и если бы была на то возможность, я бы, наверное, абсолютно все книги бы убрала, удалила из этой подборки, кроме двух, которые навсегда останутся в моем сердечке. Я надеюсь, что еще ни одну книгу этого автора я успею прочитать в этом году, и какие-то еще, возможно, книжки станут моими любимыми. Ну, давайте для начала упомяну о своей читательской статистике. Каждый год принимала участие в книжном вызове на лайфлип. Я брала себе 100 книг, но прочитала 89. Но, друзья, я вас прям удивлю, 89 книг я не читала никогда. Это впервые на моей памяти, когда я прочитала столько много книг. Я так не читала даже, когда у меня ребенка не было, когда я не работала, я столько не читала. А здесь, я не знаю, все так сошлось. Я в этом году, в том году, точнее, уже полюбила второй раз, можно сказать, аудиоформат, и он мне помог, ну, как минимум, наверное, книг 30 в таком темпе прочитать. Поэтому нарастила я, в общем, себе возможность. Сразу скажу, по этому году я себе решила не ставить каких-то сложных задач, а этот год у меня будет под лозунгом «Наслаждайся и никуда не спеши». Поэтому в этом году я поставила себе 50 книг. Если я прочитаю 40, это будет уже прекрасно. Но я себя знаю, возможно, я, конечно же, уйду далеко вперед. Что ж, давайте поскорее уже приступать к моему рейтингу и начнем. На первое место. Кто меня хорошо знает, вот напишите в эти 10 секунд, какую книгу я отнесу на первое место. Это открытие, конечно же, моего года, и на эту книгу вы можете посмотреть отдельный обзор, чем я вообще не славлюсь какими-то отдельными роликами на книге. Это Карин Жебель «Искупление кровью». Потрясающе невероятная книга, которая до боли и крови засела в моем сознании, что мешает мне знакомиться с новыми авторами, потому что я ненароком начинаю сравнивать Карин Жебель и ее прекрасные истории со всеми книгами, которые я читаю сейчас. Мне очень тяжело после Карин Жебель как-то приходить в себя и пытаться полюбить кого-то еще. «Искупление кровью» – история про 20-летнюю Марианну де Грэвиль. Она оказывается в тюрьме, где ей предстоит пройти долгий и нелегкий путь, в борьбе с буквой закона, в борьбе со своими сокамерниками и надзирателями. Это сложная книга, скажем так. Очень-очень она жестокая, до неимоверности жестокая, кровавая. И если вы не готовы разбираться в каких-то тюремных моментах, то, возможно, книга вам не понравится. Скажу за себя. Я обожала сериал «Побег из тюрьмы», и когда узнала, что в этой истории тоже будет какая-то тюремная тема, и что главная героиня будет сталкиваться с такими издевательствами и всевозможными моментами, которые будут относить нас к жестокому миру тюрьмы, я очень скептически отнеслась. Книга очень толстая, там 900 почти, по-моему, страниц. Я думала, что она мне не понравится, потому что тюремная тема, она, конечно, для меня абсолютно, ну, никак не близка, кроме сериала «Побег из тюрьмы». Но, как же я ошибалась, эта книга не только, конечно же, про жестокость, про кровавые какие-то моменты, эта книга прежде всего о людях, о человечности. И, что самое странное, эта книга о любви. Очень много стало приходить мне сообщений от людей, которые читают книгу, и удивляются, что ж такое там происходит, почему все так с ума сходят по этой Марианне, почему все мужики просто падают к ее ногам. Я хочу задать встречный вопрос. Но вы же читаете любовные романы, там тоже есть такие героини, от которых все сходят с ума. Просто здесь жанр немножко другой, вот и все. Здесь нет никакой тайны, никакого секрета. Это просто максимально привлекательная героиня для мужского пола. Все. Поэтому не думайте, а просто берите эту книгу и читайте. Я очень многих подсадила в прошлом году на эту историю, и надеюсь, еще большего количества народу придет к этой книге после просмотра этого видео. Второе место занимает книга Карин Жебель «Чистилище для невинных». Эта история намного кровавее, предупреждаю сразу. Она по жестокости, мне кажется, в каких-то моментах немножечко переплюнула искупление, но они кардинально разные, вообще разные. Если там была тюрьма и сильная героиня, здесь у нас ограбление ювелирного дома и сокрытие преступников одной из девушек, Сандра, ветеринар клиники. Она их скрывает, в общем, после ограбления, так как одного из грабителей ранили. Брата, так скажем, главаря. Она их скрывает у себя в домике, но в скором времени приезжает ее муж. И там начинается полный кошмар. Такого вот точно я не ожидала. Это такое месиво получилось ужаса и месиво бьющегося моего сердца в перемешку с такими нервами. Вы даже не представляете, как я ее читала. Я совместные чтения устраивала, собственно, по следующим книгам после искупления кровью в телеграм-канале. Кстати, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. И мне там очень интересно, красиво и интересно, в общем, весело. Я просто была в паническом шоке, потому что в книге затронуты такие темы, как... Ну, это не спойлер. В общем, дети. А когда затронуты дети, очень сложно читать, когда у самой есть ребенок. Это просто превосходит все мыслимые и немыслимые ужасы. Так что Чистилища в каких-то моментах покровали будет, конечно, искупление. Если вы прочитали искупление и не знакомы еще с Чистилищем, обязательно это сделайте. Но если выбирать, в принципе, без разницы, с какой книги начинать знакомство с этим автором. Главное, чтобы начать. Еще одним открытием, но забытым открытием, я так бы сказала, прошлого года, стал Донат Кризис. Я читала потрясающую историю «Девушка в тумане». Нуарная книга. Боже, не помню. Тоже какую-то девушку бумажную, что ли, девушку. Я не помню. Это очень тоненькая книжечка была. Она мне вообще не понравилась абсолютно. И, мне кажется, еще я что-то у него брала. А может и нет. В общем, я очень боялась начинать с циклов. И в прошлом году прочитала первую книгу цикла «Подсказчик». Оцениваем на 4 балла. Буду дальше ознакомиться с серией. Но я бы ни в коем случае не отнесла ее к лучшим годам. Но зато отношу книгу «Я бездна». Так как действие происходит на озере Кома, и я предполагала, что в прошлом году мы попадем в Италию. Но вы знаете, я даже не предполагала другого, что я попаду на озеро Кома. И когда у меня наложились картинки из книги, где действие происходит на озере Кома, и что я стою на этом озере и смотрю на все то, что описывал автор, потому что автор еще и итальянец, задобавок, он, конечно же, максимально живописно описал место действия. Я, конечно, была в глубочайшем потрясении, если это можно так сказать. Если вкратце описывать эту историю, я бы ее охарактеризовала как зло, которое создали родители для своих же детей, ну и собственными руками. «Чистичек девочка и охотница». Три персонажа, вроде бы как на первый взгляд, абсолютно никак ничего с собой не связаны. Первая же сцена, которая повергла меня в шок, пятилетнего мальчика оставляет мать в бассейне с спущенными нарукавниками. Он там тонет, мать уходит, мальчик выживает и становится, собственно, чистильщиком. Чистит он не только мусорные баки, он еще и чистит людей, а точнее их душ освобождает, можно так сказать, от земли. Однозначно могу сказать, что в этой книге очень сильная ненависть к матерям, которые оставляют своих детей. Это мощная книга на эту тему. Мне кажется, я даже мощнее истории не читала. Там, где просто тебя распирает от того, как ты хочешь этих всех кукушек, я не знаю, как их назвать более-менее адекватно. Единственное, наверное, чего мне не хватило в этой истории, это детство чистильщика. То есть вот он выжил, и все, и дальше у нас уже действия, когда он уже взрослый. Если бы автор немножечко подробнее рассказал о детстве, и о том, как происходило его становление, было бы, наверное, гораздо интереснее, гораздо больше мы бы поняли главного героя. Еще одна книга, от которой у меня побежали мурашки, это «Джон Марс. Когда ты исчез». И я не понимаю, как можно охарактеризовать эту книгу как какую-то глупую, или скучную, или нудную. Ну, на мой взгляд, это лучшее практически, что было у Джона Марса. Это психологизм просто в этой истории зашкаливает. И опять же, это тема отцов и детей. И когда ты сам родитель, я не могу, я по-другому не знаю, как воспринимать такие книги. Это просто доходит до вашего сознания, до всех ваших кончиков пальцев, и вы иначе не можете смотреть на эту книгу. Поэтому, наверное, в этом главный подвох и вопрос, когда люди говорят, что это очень скучная книга. У главной грейни Кэтрин трое детей. И в один прекрасный день она просыпается, а муж у нее исчез. Он оставил со своей вещью и куда-то ушел. Вопросы, интрига книги в этом. Где он? Как он мог оставить троих детей? И почему он это сделал? Что самое интересное, читатель уже в начале истории узнает, что события у нас 26 лет назад были. И разворачивается все в двух временных отрезках. То есть то, что сейчас 26 лет спустя, и то, что было раньше. То есть мы вместе с автором раскрываем эту историю и идем прям по пятам. Нам становится понятно, что в итоге и к чему привело. Это, наверное, даже получилось не то, чтобы триллер, это такая более семейная драма, что ли, где помимо того, что есть одна какая-то причина, да, того, почему так поступил главный герой, есть еще и причина в этой причине. То есть очень много причин, которые привели к тому, что он исчез, что он пропал. И с каждой главой я шокировалась, мне кажется, все больше. И каждая причина меня доводила просто вот до таких огромных глаз. Я не понимала, ну как такое возможно? Чем еще меня можно здесь удивить? А следующим автором я очень быстро очаровалась, но потом так же быстро, проэтически и разочаровалась. Это Лейла Аттар. И книга, про которую я сейчас расскажу, это «Бумажный лебедь». Но после этой истории я начала другую ее книгу читать, и мне уже так не пошло, как пошла вот как раз-таки эта. И на самом деле я эту книгу купила за 180 рублей уже очень давно, на Азон, по каким-то диким суперскидкам распродажам. Ничего от нее не ждала. И насколько сильно я была в шоке от того, какая она оказалась действительно классная. И что самое интересное, я очень редко встречаю, когда в триллере есть любовная линия, и они плотно с друг другом сотрудничают. И без триллера любовная линия бы проседала. И также наоборот, без любовной линии триллер был бы не триллером. Поэтому здесь что-то поистине получилось прямо вот филигранное, это какой-то сок. На первых 50 страницах вам достаточно знать о том, что похититель похитил дочь очень богатого человека. А дальше вас ждет очень большой сюрприз. Это история в истории, это сюжет в сюжете. Причем внешняя огранка книги и вся аннотация, это всего лишь такая завлекалка для основного. Прочитала я ее за два дня, потому что книжечка достаточно тоненькая, необъемная. Чего я вам советую сделать, потому что действительно потрясающая, очень ошеломляющая история, от которой ну ничего вообще не ожидаешь. Давайте немножечко разбавим нашу веселую компанию потрясающей классикой. Это Элизабет фон Арнин «Чарующий апрель». Читала я эту книгу в книжном клубе и осталась настолько довольна. Тем более читать эту книгу весной, ну просто какое-то потрясающее ощущение. Опять же, тем более, история у нас происходит в Италии, в замке Сан-Сальваторе XIX века. Четыре женщины, дамы абсолютно разные, пожилая женщина, вдова, замужняя дама и одинокая молодая. Они приезжают в этот замок, чтобы провести месяц в хорошей компании друг с другом. Диалоги героев – это какой-то верх сарказма через иронию. И читать такую книгу сплошное наслаждение, потому что тебе даже не важно, что там происходит. Ты наслаждаешься самим слогом, самими вообще событиями очень малозначительными, ну просто рассуждениями даже о жизни. И когда ты читаешь о каждом персонаже более глубоко, когда ты более глубоко их узнаешь, то, конечно, по-другому уже начинаешь смотреть на историю. Но я осталась в полном восторге и хочу купить еще новинку этого автора. Ну как новинку? Переиздание, перевод новый, также в эксклюзивной классике. Кстати, я почему-то не принесла эту книгу, она у меня единственная, которая осталась в бумаге и все остальное, что я вам сегодня буду рассказывать, показывать вот такими обложечками. Это проданный уже экземпляр. Еще одна любовная летняя история, которая меня покорила и опять же автор, новый для меня автор, открытие с нового года, это Ася Лавринович «Все из-за тебя». При знакомстве с Ассией Лавринович я не ждала каких-то вау-эффектов, я не ожидала, что там будет что-то супер глубокое и любовное. Я просто хотела отдохнуть, расслабиться, знаете, ни о чем не думать. И выбирала себе книгу, чтобы там были не школьники, а чтобы немножечко уже повзрослевшие хотя бы молодые люди, молодые девушки, чтобы в сюжете хоть какой-то был намек на небольшую драму. То есть не вот эта вот банальная тупость со школьниками, а что-то вот немножко поинтереснее. И я нашла такую книжечку, причем, к сожалению, вторую, которую я выбрала у этого автора, она мне уже не подошла, уже не пошла. Поэтому буду склоняться к тому, что мне все-таки нужна какая-то прям такая драма. В этой истории я ее получила. Само место действия здесь меня еще покорило, это дача. Это упоминание бабушки, это упоминание вот этих летних каких-то месяцов, летних каникул на даче. Это мое детство, поэтому сразу с первых строк я прониклась. С плюсом здесь идет герой, который сосед нашей главной героини. Он родом из Белграда. Белград тоже я очень люблю, очень люблю страну, Сербию. И поэтому как-то, ну, знаете, когда какие-то знаки в книгах ты встречаешь, уже по-другому начинаешь относиться, даже если история не совсем там вау. Но за что еще нужно прочитать обязательно эту книгу? Это тема сталкерства, маникальное преследование и прочее-прочее. Это очень серьезная тема, потому что в век технологий, в век интернета и социальных сетей, это, мне кажется, очень актуально, страшно и опасно, когда тебя начинают преследовать кого-нибудь маньячелла, от которого ты не знаешь, как отделаться, не знаешь, куда бежать, кому обратиться. И здесь это очень классно прописано. Так что если кто-то хочет так же отдохнуть, но не знает с кем, обязательно присмотритесь. Слушайте, у меня не год, а какие-то сплошные открытия. Следующий автор тоже не знаком был мне до прошлого года, и очень много вы советовали прочитать, очень много раз советовали прочитать и начать знакомство с автором. Я, причем, очень много лет назад покупала одну книгу, но так ее и не прочитала, оставила в России. И тут я решилась, купила книгу «Когда меткнет свет». Автор у нас Лорет Энн Уайт. Никак не могу ее запомнить нормально. И я была в шоке. Я была в грандиозном шоке, что я опять и снова пропустила такой огромный пласт книг, которые могла бы уже давным-давно прочитать. Почему я выбрала именно эту историю? Я читала ее в бумаге. Я выбрала ее по одной простой причине. Так как книга у нас о писательнице, которая спустя два десятилетия возвращается в свои родные края, чтобы написать книгу об убийстве своей сестры, ну, которая вот, собственно, которая произошла 20 лет назад. Самое главное, что меня здесь удивило, помимо того, что это еще и писательница, которая будет писать книгу, у нас еще здесь есть, оказывается, любовная линия. Она очень тонкая, она очень аккуратная, она очень прям правильная, но она настолько филигранно здесь вписалась, что для меня книга показалась прям очень идеальной. И, по-моему, тут также два временных отрезка. Я никогда не путалась. Меня всегда устраивало, когда идем в двух временных, но знаю, что очень многим это мешает, очень многих сбивает. И, ну, опять же, на вкус и цвет не каждому, конечно, подойдет подобное повествование. Секрет, конечно же, в этой истории будет в том, что сама героиня, она толком не знает, что было 20 лет назад с ее сестрой. И вот таким способом, как написание и воскрешение этой истории, она будет узнавать по пятам, что, оказывается, случилось очень много лет назад, и кто был виновником в убийстве ее сестры. Следующая книга «Морозная» – это «Смерть на фуникулёре» Тони Брана. Тоже очень много про эту книгу уже рассказывала на канале, очень много раз ее упоминала в различных подборках, в прочитанном и впрочем-прочем, потому что одна из немногих книг на зимнюю тему, одна из немногих книг плюс-минус в закрытом таком городке, которая мне прям очень понравилась. И опять же, причина этому очень банальная. Место действия у нас Блецкое озеро – это Словения. Словения, у меня вот тут недалеко, как бы я могу доехать в 8 часов на машине. У меня даже появился какой-то вот пунктик, что я хочу посмотреть на Блецкое озеро, так как оно очень красивое. Очень красиво оно и было описано, тем более после такой книжки вдвойне хочется там побывать. Книжечка очень короткая, очень тоненькая. Она обильна диалогами. И я могу сравнить эту историю с Агатой Кристи, точнее, структуру с Агатой Кристи, потому что здесь также после совершения преступления, то есть, вы понимаете, смерть произошла на фуникулёре, расследование у нас ведут обученные люди, но при этом ещё и помогает вроде бы как в расследовании одна очень интересная женщина, она писательница. И к концу истории у нас такой вот тет-а-тет с каждым персонажем, то есть детектив, и каждый персонаж беседует, потом собираются все вместе, и вот такая правда всплывает в конце. Здесь был очень своеобразный набор персонажей. Вот самый раздражающий был персонаж для меня, это Тамара. Имя Тамара, простите все, но вот оно какой-то как триггер для меня. Не знаю почему, возможно, есть рычащие, а у меня, знаете, иногда с рычащими не очень. Я иногда могу глотать вот эти вот буквы. «Экспресс на 19.45». Это вообще что-то было невероятное, потому что книга сама по себе не обещала быть каким-то суперфеноменом, но она таким оказалась, потому что это не совсем триллер, это триллер со смыслом, причём с семейными какими-то ценностями, о семейных ценностях. Это было что-то новенькое для меня. Перед нами Селена, мама двоих детей, у которой есть муж, но он изменяет ей с их, по-моему, няней. Селена едет в поезде и случайно знакомится со своей попутчицей Мартой. Селена рассказала Марте всю свою боль, что муж ей изменяет и всё такое. Тоже вот дайте первому встречному так рассказать. Ну, понятно, что она, наверное, думала, что она видит её первый и последний раз, но Марта ей отвечает на это очень интересной фразой. А что, если няня исчезнет у вас, да, из вашей жизни? Что вы тогда почувствуете? Как вы понимаете, эта встреча, конечно же, меняет всё, она меняет всю жизнь. Мне очень понравились персонажи. У каждого своя боль, у каждого своя изюминка. Глубоко проработанный сюжет, который, ну, точно никого не оставит равнодушным. У всех были свои мотивации, свои понятия. И обычно, когда дочитываешь истории, у тебя остаются, ну, кому-то какие-то вопросы, недопонимания, что где-то автор не дожал. Здесь прям всё было идеально. В конце концов, грязные тайны, они всегда выходят наружу в конечном итоге. «Жена серийного убийцы». Мне кажется, это была у нас самая обсуждаемая книга клуба на тот момент, когда мы её читали, потому что она вот была прям неоднозначной. Я её отнесла к лучшим. Не просто так, потому что я её запомнила. А когда я к концу года перебираю все свои прочитанные книжечки и понимаю, что что-то я запомнила лучше, чем другое, значит, это всё-таки лучший год. Главный здесь фокус был на Бет, на жене серийного убийцы. Я полкниги думала, почему даже эта книга так называется «Жена серийного убийцы». Где здесь вообще подвох? По сюжету главная героиня у нас, конечно же, в шоке. За кого это она вышла замуж? Кто этот человек? Ведь у них идеальная семья, двухлетний ребёнок. Почему к ней в дом пришла полиция и обвиняют её мужа в убийстве? Конечно, здесь были какие-то мелочи, которые бесили, раздражали, которые можно прикопаться, как и во всех историях. Но, если честно, для разнообразия абсолютно точно можно прочитать эту книгу. Это очень динамичная, очень интересная и быстрая история. Симона Сент-Джеймс. Сломанные. Сломанные девочки. Я почему-то всегда хочу их назвать сломленные. История меня покорила своей мрачностью, но если вы думаете, что здесь мистика, здесь практически её нет. Так, знаете, какой-то намёк был, но нет. Это абсолютно полноценный, классный триллер с саспицем, можно также так сказать. И действия, которые происходят у нас в двух временных отрезках. И оба по-своему прекрасны и ошеломительны. 1950 год. Действия происходят у нас в школе-интернате. Место, куда отправляют вроде бы как неугодных девочек. Спустя почти полвека недалеко от заброшенного здания нашли тело девушки. Но на тот момент осудили уже какого-то парня. Орестовали его даже. Ну и вроде бы как всё. И ещё через 20 лет, то есть уже в наши непосредственные дни, туда отправляется девушка-журналистка-писательница, которая должна вот написать об этом месте. И обнаружила очень странную находку, можно так сказать. Такую находку вы узнаете, если прочитаете книгу. Это всё очень связано, очень подробно, очень тесно, очень интересно. Автор прям вот молодец. Я ни на секундочку не скучала, снимала также отдельное, по-моему, видео. 24 часа чтения. Кому интересно, также посмотрите. Потому что это вот был, мне кажется, одним из последних моих роликов на Хэллоуин. Я её читала, вот я вспомнила. Кстати, очень хорошая книга именно для этого. Ну всё, наконец-то моя совесть чиста. Я сняла лучшие книги прошлого года. Обязательно пишите и делитесь своими лучшими книгами. Потому что в этом году я очень буду избирательно. И досконально подходить к выбору книг. Возможно, что-то из ваших списков я себе запишу. Увидимся совсем скоро. Всем пока!